Знание о законах мироздания и укладах благочестивой жизни – тоже благостное знание. Какие законы мироздания вы знаете? Тишина в студии. Закон кармы – это закон мироздания, закон справедливости. Что посеешь, то и пожнешь. Никогда нельзя совершить плохой поступок и не получить за это страдания в ответ. Никогда не бывает так, чтобы хороший поступок не принес воздаяние человеку. Поэтому знание этого закона делает человека счастливым, потому что он делает как надо, и у него результат всегда правильный. Дальше есть такой закон Пинда Брахман Даньяи. То есть это закон о том, что каждая точка вселенной копирует всю вселенную. Допустим, наше тело, оно копирует всю вселенную. У нас есть семь психических центров основных. Эти семь психических центров соответствуют уровням Вселенной. Во Вселенной существует 14 галактик, 14 планетных систем. Каждый психический центр по две планетные системы на себя берет. Есть низшие планетные системы, есть у нас низшие центры. Если у человека энергия вниз идет, он живет сексом, допустим. Это нижние центры. Если человек живет интересами нижних центров, он попадает на низшие планеты, потому что у него активизируются те чакры, психические центры, которые связаны с низшими планетами. Понимаете, знания об этом приносят счастье. Человек понимает, надо возвышенной жизнью жить, тогда ты вверх пойдешь. То есть надо активизировать высшие психические центры, а не низшие в своем организме. Понимаете? Я вас не замучил? Есть еще знания о том, что существует Богом устроено так, что в этом мире существует 4 благочестивых уклада жизни, а все остальные приводят человека только к страданиям. И все. Сейчас объясню. Первый благочестивый уклад жизни – это учеба, ученичество. Когда человек чему-то учится, он должен знать, соблюдать правила этой жизни. Правила таковы. Когда ты учишься, не надо жениться. А когда ты женился, учебу нельзя ставить на первое место. Надо ставить семью на первое место, потому что ты меняешь уклад. Если ты находишься в ученичестве, ты должен учиться и не думать о себе. Когда человек учится, он не должен думать о деньгах, не должен думать о женщинах или о мужчинах женщины. Человек, когда учится, он должен пытаться работать над собой. И аскеза его заключается в послушании. То есть он должен слушаться старших, учиться. В этом учеба заключается. А не в том, чтобы показать диплом всем потом. Понимаете? Твой диплом в сердце находится. Потому что, когда человек учится, он воспитывает себе разум прежде всего. А не пытается на пятерки все сдавать. Ну, то есть у нас немножко самообразование неправильно построено в этой связи. Поэтому и учеба немножко не та. Ну, в древней культуре считалось, что человек должен учиться. Когда он учится, он должен отделяться мужчиной от женщин. Надо поменьше общаться друг с другом. И тогда счастье приходит. Что значит уклад жизни? Это значит жизнь, которая приносит счастье. Понимаете? Вот я когда... Я немножко как бы попал в этот уклад. Просто случайно. Может быть силой судьбы. Я занимался самбо в детстве. С 8 до 12 лет. И я жил в Тольятти. И это была школа, которая тренировала тех, кто должны были стать чемпионами мира. Ну, то есть как бы все было направлено на то, чтобы сделать из людей героев. Понимаете? Из детей. То есть я был ребенком, но сама техника как бы тренировок была направлена на достижение рекордов каких-то. Понимаете? И мы все лето проводили в спортивном лагере. В этом спортивном лагере не было женщин, девушек. Просто одним парнем. Я жил в этой среде. И это очень закаляло. То есть это сильно закалило мой характер. То есть я очень благодарен тому, что я попал в это место. Потому что там я учился силе, стойкости, самоконтролю. То есть каждый день, каждую секунду я был занят в том, чтобы работать над собой. Не было ни одного секунды времени, чтобы расслабиться и побалдеть. Ну, то есть очень серьезный ритм внутренний, режим жизни. И потом я принял этот ритм с 12 лет, когда я ушел как бы по здоровью из этой школы. Я начал продолжать так жить. Мне понравилась идея. То есть я увидел в этом большой смысл. Я старался держаться подальше от противоположного пола. А мальчики, тем временем, их засасывало. Чем больше они встречались с девочками, тем больше они курили, пили и занимались всякими глупостями. То есть смешание полов создает неконтролируемую ситуацию в психике. И человек уже теряет себя. Он не может. Допустим, молодой человек начал гулять. Он уже учиться в институте не может. Заметили? Если человек гуляет, все, ему учиться некогда. У него крыша съезжает. Девочки тоже начинают в школе гулять с мальчиками. У них они учились до этого очень хорошо. Как только с мальчиком встречаться начала, крыша съехала, учиться некогда. Учеба теряется. Человек не может учиться. Потому что ей существуют уклады определенные. Если человек их не знает, родители не знают, они не понимают, как делать так, чтобы ребенок развивался хорошо. Следующий уклад. Это семейная жизнь. Один мужчина мне рассказывает. Говорит, да я не хочу. Мне мешает моему развитию жить с женой. Но я с женой, если буду жить, что это значит? Это значит, что я должен на нее работать. Должен ее желание удовлетворять. А я хочу развиваться. Работать над собой. Я говорю, хорошо, иди в монастырь. Он говорит, как в монастыре? Что, ни с кем не встречаться? Я говорю, если ты хочешь встречаться, значит, женись. Он говорит, ну зачем жениться, если я повстречался, а в свободное время буду работать над собой? Очень, говорю, интересно получается. Ты занимаешься сексом целыми днями, а в свободное время работаешь над собой. Это что за работа над собой это такая? Работа над собой и означает контролировать свои желания, а не заниматься тем, что распускает тебя. Поэтому человек должен решить. Если я хочу быть семейным человеком, пожалуйста, выбирай себе девушку, женись. И контролируй свои желания дальше. Женился, другие девушки для тебя уже не существуют. Только и жена. Все, больше никого нет вокруг. Если ты хочешь жить один, хорошо, живи один, но при этом ни с кем не гуляй. Ты решил работать над собой, все, девушек для тебя нет. Ты в укладе ученичества находишься. Лучше всего, если ты будешь жить под присмотром старших в этой ситуации. Это означает духовное место какое-то. Понимаете? То есть это уклады жизни, они гарантируют человеку счастье. Человек попал в семейную жизнь, все, разград закончен. Семейная жизнь означает, ты выполняешь свои обязанности, клятву даешь только одному человеку, вот этому. Больше никаких вариантов, все. Это твой уклад жизни. В этом укладе ты развиваешься как личность. Все страдания судьбы принимаешь и культивируешь в себе силу внутреннюю. Развиваешься как личность. Начал прыгать как обезьянка с ветку на ветке, значит, развитие будет страдать. Ты будешь деградировать от этого. Ты думаешь, о, это мне не подходит, следующее. Это не подходит, следующее. Деградация будет идти. Развития не будет. Потому что семейная жизнь не предназначена для того, чтобы балдеть. Любой уклад жизни предназначен для развития. Означает аскеза всегда. Дальше, следующий уклад жизни. Это уклад жизни человека, который прошел этап семейной жизни. И в силу судьбы, допустим, у него не стало жены и так далее. В силу судьбы бывает такое. Человек начинает уделять время духовной жизни. Или у него даже есть жена. И он вместе с женой начинает заниматься серьезной духовной практикой. То есть человек не живет для семьи, а живет для Бога вместе с женой. Это означает отреченная жизнь. Люди не работают и просто занимаются духовной деятельностью. Некоторые семьи, они при храмах живут. Служат храму и так далее. Это называется отреченный уклад. То есть принятие отреченной жизни. И есть четвертый уклад жизни. Это монашество. Когда человек полностью отрекается от семейной жизни и в целом от служения обществу. Он обществу служит только с помощью своего знания. И он служит Богу при этом. То есть его цель служить Богу. И этот человек для общества как бы его не существует. Но этот человек является самым ценным для общества. Почему? Потому что он дает духовное знание. Он живет только для духовного знания. Он не решает семейные проблемы. Он не решает проблемы здоровья. Он только говорит людям о том, как возвыситься. Как служить Богу. Как развиваться. Как личность и так далее. Это отреченный полностью уклад жизни. Полное отречение от материальной деятельности. Это благостное знание. Теперь духовное знание. Сейчас об этом поговорим. Первый вид духовного знания. Это сокровенное. Духовное знание – это сокровенное знание. Просто так понять невозможно. Для этого надо очистить свое существование. Поэтому я вам вкратце это расскажу. Знание о деятельности, которая стоит выше сил материальной природы. Это деятельность неблагостная, нестрастная и невежественная. Это деятельность духовная. Что такое духовная деятельность? Это думать о Боге. Молиться Богу. Служить Богу. Готовить для Бога. Заботиться о том, чтобы выполнять его заповеди и так далее. Вся жизнь посвящена Богу. Вне всякой материальной энергии. Такая жизнь находится, а значит, вне кармы. Карма не действует. То есть у каждого человека есть карма. То есть ты в какой-то момент времени должен страдать. Это карма. Человек, который занимается духовной практикой, пришло время страдать. Он может и не страдать. Почему? Потому что он вне кармы. Если Бог захочет, чтобы он пострадал, он будет страдать. А в противном случае он страдать не будет. Его жизнь не подчиняется законам судьбы. То есть никто не может повлиять на него плохо, на этого человека. Допустим, человек живет для Бога. Но он может быть даже семейным человеком. Он живет вместе с женой. Выполняет все обязанности перед ней. От нее ничего не ждет. Ничего не ждет от нее. Ничего не желает. Просто выполняет свои обязанности. Все счастье свое получает от Бога. И жену делает счастливой. Она безмерно любит его. Заботится о нем. Радуется ему. А он получает счастье от Бога. А ей отдает. Как она может сделать его несчастным, скажите? Какие варианты? Изменила ему. Простил. Он как бы не привязан. Он живет для Бога. Она говорит, я тебе изменила. Он говорит, надо раскаяться. Ты видишь, этот поступок приведет тебя к страданиям. Надо как-то изменить себя. Постараться забыть об этом человеке. Это приведет тебя к страданиям. Ты меня бросишь? А зачем? Нет, конечно, нет. Ты, если класс, ничего страшного. Почему человек так спокойно себя ведет? Потому что он не привязан. Он не стремился получать счастье от человека. Он просто ему служил. Человек осекся. Ничего страшного. Близкий человек думает, о, удивительный человек рядом со мной. Я ему изменил, а он спокойно продолжает любить меня, заботиться обо мне. Понимаете? Человек, который находится на духовной платформе, нет такого события, которое бы его вывело из равновесия. Ему ногу оторвало. Он говорит, Бог так захотел. Все нормально. У него нет проблем с этим. Духовная платформа означает, что человек не воспринимает себя как тело. Он считает себя душой. Он знает, что он едет в теле как в машине. Веды описывают, что тело это как машина, в которой едет душа. В машине, допустим, крыло оторвало. Один человек думает, меня побили. Меня ударили, он говорит. Ну ударили машину, не тебя. А другой человек просто думает, ну судьба, ничего страшного, крыло оторвало. Колесо пробило. Капот отлетел. Ну там все что угодно. Он спокойно относится. Почему? Потому что это машина. Я душа, а это машина. И так же относится он к телу. Не то, что он не заботится о нем. Он заботится, потому что тело это храм Бога. Он заботится, потому что там Бог так же живет. Но он не страдает, если с телом что-то не то происходит. У меня как-то в Москве есть ведический храм. Там есть один монах интересный. Он постоянно болеет. Я как-то подошел к нему, говорю, слушай, давай я тебя полечу. У меня получится. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну вот через несколько месяцев ты, может быть, выздоровеешь, и будет легче тебе жить. Он говорит, так я через несколько месяцев, скорее всего, помру. Зачем, говорит, ты говоришь, на только так далеко, на целых 4 месяца вперед. Так я, может, и не буду жить уже через это время. Это слишком для меня далеко, говорит, такие планы делать на несколько месяцев. И он такой счастливый. Я говорю, ну как ты вообще питаешься-то? Он говорит, ну как питаешься, чуть-чуть хлебушка там, чуть-чуть того, и нормально. Тело вроде не помирает, он худой весь, как скелет. Я говорю, ну как вообще жить-то можно в таком теле? Он говорит, живу же, такой. И нормально. Вот я после этого разговора, прошло 5 лет. Он такой же худой, как скелет, так же питается. Глаза счастливые такие же. Я думаю, он дольше меня проживет. Почему? Потому что он спокоен. У него нет проблем с этим телом. Он питает спокойненько, как может, и все, и живет, и счастлив. Молится Богу постоянно, понимаете? Поэтому таких людей очень трудно понять нам, потому что они вне находятся понимания обычного человека. Знание о достижении освобождения от материальных страданий имеет духовное знание. Как избавиться от страданий в мире, в котором мы живем? Только предавшись воле Бога, человек может избавиться от страданий. Ну допустим, одни люди, мы как воспринимаем мир? С позиции негатива. Ну допустим, муж бросил гад. Как избавиться от страдания? Как сделать так, чтобы ты не страдал? Потому что муж бросил гад такой, и три года четыре, и женщина думает, он меня больно сделал, я его не люблю за это, чтобы его покарало. Судьба. Она так думает четыре года подряд. Мучиться. Неимоверно. Страдает. Как сделать так, чтобы не страдать? Муж бросил. Что делать? Простить. Как простить? Прощаешь, простяешь, а больно все равно. Что сделать? Да, то есть обратить внимание на свою судьбу. И сказать себе, первое, спросить себе, а почему, почему он меня бросил? В чем причина? И надо начать молиться. Человек молится, молится, он не думает, бросил, бросил, ничего страшного, я хочу понять. И когда человеку приходит знание, что правда, по делам тебя бросили, ты такая вот, заслуживаешь такой жизни. Сразу же спокойно становится. Сразу же человек получает успокоение. Понимаете, есть такой способ успокоить человека. Человек говорит, неужели нам не дадут зарплату, неужели нам не дадут зарплату? Начальнику приходит, начальник смотрит на него, говорит, правда, вам не дадут зарплату, не волнуйся, это точно, сто процентов. Он говорит, да, есть какие-то варианты, чтобы дали зарплату. Нет, никаких вариантов нет. В этом месяце зарплату точно не дадут. И он такой, ну ладно, успокаивается. Вариантов нет. Очень спокойно становится, понимаете? То есть в этом метод заключается. Понимаете метод или нет? Для обычного понимания очень трудно понять. Метод сложный. Еще раз повторяю. Человек обретает знание о том, что он заслуженно получил это наказание. Сразу становится легче. Попробуйте. Если вы попробуете, вы увидите, что это работает на сто процентов. А если еще ты помолишься больше, то потом ты поймешь, зачем высшие силы вообще эту ситуацию устроили. Потому что любая ситуация устроивается по двум причинам всегда. Первая причина – это наказать. А вторая причина – научить. И если человек, попадав в ситуацию, он страдает и раз так, думает, ага, вот за что я наказан. Это первая причина. Ему легче становится. А потом, когда, если он поймет, чему Бог его хотел научить в этой ситуации, он вообще счастливым станет. И он поймет, так это же классно, что я попал в эту ситуацию. Я вам говорю не какую-то теорию. Я попал в своей жизни в тяжелейшую ситуацию. Я выходил из нее полтора года. И когда я понял, зачем Бог мне дал эту ситуацию, я безмерно счастлив и благодарен ему за это. Вот честное слово. Потому что я столько понял в этой ситуации. Столько понял для себя. Даже просто, что ты научился в этой ситуации так молиться сильно, преданно Богу, это же очень большая помощь в жизни. Просто научиться искренне молиться. Когда человек может искренне молиться? Когда он в тяжелейшей беде. В обычной ситуации, ну ты пытаешься искренне молиться, но как-то так тяжело не получается. Когда ты в беду попал, тебе говорят, помрешь через 20 дней. У тебя там рак такой-то. И ты начинаешь молиться. Молишься, молишься, молишься. Потом приходишь в больницу. Тебе говорят, ошибка в диагнозе. Это просто аппендицит. И ты думаешь, ну аппендицит тоже плохо. Но, слава Богу, не рак. Молишься, молишься. Потом приходишь к врачу. Он смотрит, говорит, да это даже не аппендицит. Это просто воспаление кишечника. Ну как же так? Почему Бог меня ввел в эту ситуацию? Я уже 4 месяца страдаю. И потом ты начинаешь понимать, что ты же молился эти 4 месяца. Ты все время думал о Боге. Пытался победить судьбу. Это же такой удивительный опыт. И человек становится счастливым. Думает, в другой ситуации я бы такого не получил. Испытание. Некоторые женщины теряют мужа. Начинают работать над собой. Заниматься, учиться быть женщиной. И потом думают, ну если бы я не потеряла мужа, я бы не стала такой. Но знайте, что такое мысление приходит только очень возвышенным людям. Большинство людей, если судьба ломает их, они ломаются. И ломаются причем на всю жизнь. Некоторые люди, близкий человек уходит, ему жить осталось тоже пару лет. А может быть и меньше. Один человек уходит, близкий, второй за ним. Почему? Потому что невозможно вынести. Люди привязаны быть счастливыми, жить вместе. Понимаете? То есть они не хотят понять, зачем Бог создает ситуацию. Всегда ситуация предназначена для того, чтобы мы стали возвышеннее. Чтобы мы были выше событий этого мира. Чтобы мы чувствовали свою духовную природу. Но большинство людей скупые по природе. Они не хотят отказаться от своего счастья. И если судьба отказывает их от этого счастья, они их начинают колбасить. Они входят в жуткие стрессы, не могут из этого стресса выйти. И наступает тяжелая болезнь, и потом тю-тю. Почему некоторые с ума сходят? Почему? Жадность. Нежелание принимать судьбу. Нежелание на духовную платформу вставать. Следующее знание, которое имеет духовную природу, это знание о душе. Очень сокровенное знание. Очень трудно представить себе, что ты — это не вот это вот все тело. И с глазками, которые могут моргать. А ты, оказывается, маленькая духовная частичка, которая находится на духовном плане. И она, эта частичка, как бы находится в теле в результате того, что она эгоистично настроена. Когда эта частичка поменяет свой настрой, то она попадет в духовный мир, где получит духовное тело, в котором нет ни смерти, ни старости, ни болезни. Все, что я рассказываю для вас, это сказка сейчас для большинства людей. Но я изучаю эту тему и знаю, что это не сказка. Сто процентов. Я могу даже в какой-то степени это ощущать. Не в большой, но в какой-то. Я чувствую, что мы вечные существа. Сто процентов. Недавно мой знакомый оставлял тело. И я видел, что тонкое тело отделилось от грубого и вышло из него. И своими глазами это видел. И видел, как дальше продолжалась судьба этого человека. Он вышел из тела. То есть, по-нашему, умер. Но я не увидел смерти. Я увидел продолжение жизни. Просто по-другому эта жизнь продолжала существовать. В другом виде. И он был в сознании. Там, после того, как вышел из тела, я видел, что человек в сознании. Он даже может воспринимать других людей. Его можно воспринимать. Это все можно изучать. Это знание, оно за пределами обычных чувств. Надо настраиваться правильно. Надо этим заниматься. Надо молиться. Но это есть. И оно дает очень большие возможности человеку в жизни. Потому что понятия смерти отсутствуют. Страх отсутствует. Жизнь приобретает другой смысл. Человек начинает чувствовать вечность в своем сердце. И как бы вот эти все вещи, которые пугают обычно несчастную жизнь, нищета, тюрьма, они приобретают совсем другой смысл. То есть, это не так страшно становится, как было раньше. Понимаете? Духовное знание — это очень серьезная штука. Оно реально меняет полностью восприятие мира. И человек начинает более высокие ценности жизни ставить на самое главное первое место в своей жизни. Все остальное ему так становится не очень интересно. Следующий вид духовного знания — это знание о том, как научиться служить Богу и всему живому. Оказывается, если человек служит Богу, то Бог начинает индивидуально заботиться о нем. Дело в том, что Бог с нами связан двумя способами. Первый способ — с помощью нашей кармы. Он управляет нами. То есть, что заслужили, то и получили. А второй способ — это когда человек предается Богу, то тогда Бог карму отодвигает. То есть, человек сделал кучу глупостей в жизни. Это все отодвигается в сторону. И Бог начинает лично человека вести. А Он дает самое лучшее человеку. То есть, карма, она как действует? Получил наказание — получи. Ногу надо отрезать — отрезали. Надо рак сделать — сделали. Нищету — сделали. Ну, то есть, нет никаких сентиментов. Карма действует без сентиментов. Очень жесткий стиль. Бог, Он может наказывать, но делает это так, чтобы человек получил знание. Он только действует так, что человек всегда счастлив. Даже если он болеет, он чувствует, что эта болезнь от Бога дана, он тоже счастлив этому. Это совсем другая жизнь, которую трудно понять обычному человеку. Там нет страданий в том смысле, в котором мы воспринимаем. И следующее знание — знание о Боге. Когда человек Богу служит, он постепенно начинает понимать, кто такой Бог. Знание о Боге — это самое сокровенное знание. Но еще выше знание — это знание о своих отношениях с Богом. Знание о том, как его любить. Это самое сокровенное знание в этом мире. Следующая тема, которую я хотел бы сегодня обсудить, это природа веры. Надо понять, что такое вера. Некоторые думают, что вера — это слепость. На самом деле вера ничего общего со слепостью не имеет. Вера — это то, что движет человека по судьбе. Каждый человек во что-то верит. И большинство людей вообще даже боятся касаться этой темы. Они думают, что это кощунственно вообще лезть в эту тему, во что человеку верить. Большинство людей вообще не знают, во что они верят. Поэтому они не знают своей судьбы. Они не знают, что их ведет по жизни. Ну, допустим, приведу такой простой пример. Большинство людей верят в любовь. Любовь для них означает любовь к противоположному полу. И поэтому люди очень сильно хотят жениться по любви. Жениться по любви означает для них в буквальном смысле слова, что я буду рядом с тем человеком находиться, от которого я буду испытывать счастье. Вот как бы эта тема, идея жениться по любви. Но люди не знают, что на самом деле то, что они считают любовью, это просто обман. Это просто влюбленность. Ничего общего с настоящим чувством это не имеет. Потому что когда человек испытывает резонанс вот этот психический, что его колбасит, как бы ему хорошо становится от другого человека, это означает сила, которая имеет очень корыстную эгоистическую природу. Ты же не хочешь этого человека отпускать от себя. Другому кому-то отдавать, он нужен только тебе. И это означает эгоизм. Ничего общего с духовностью, бескорыстем это не имеет. Это эгоистическое чувство. И любое эгоистическое чувство затухает. Оно не бывает вечным. Поэтому когда человек эгоистично берет человека, женится на нем, дальше он хочет наслаждаться с помощью него. Любые наслаждения в этом мире заканчиваются, потому что они присыщаются, наступает присыщение. Человек с другим человеком занимается сексом, любит друг друга, радуется. Наступает какое-то время привыкания. Он чувствует уже того наслаждения, как раньше нет. И он думает, как дальше жить? Я же хотел любви, а любви не стало. Это значит, не мой человек. Вывод какой? Надо пнуть его под зад и найти себе настоящую любовь. Он опять пытается найти любовь, опять с кем-то пытается так жить. И это опять заканчивается, опять под зад, опять настоящая любовь. Знаете, почему человек так живет? Потому что он твердо верит в любовь. Он четко понимает, что по-другому жить он не должен. Он жить только должен для любви. Но он не знает, что такое любовь. Он считает, что это влюбленность, это и есть любовь. Если чувство пропало, жить невозможно, значит, человеком. Надо его бросать. Веда объясняет, что чувство всегда пропадает. Оно никогда не останется с человеком всю жизнь. Вот у тебя есть чувство к человеку какому-то? Приходит время, оно пропадает в судьбе. На год, на два, на три просто холод и все к человеку. Нет чувства. Оно пропадает. Это означает просто судьба. Планеты так встают, чувства нет. Все. Ты не чувствуешь ничего к нему. Холод и все. И человек разочарован. Думает, как же так? Я же надеялся, я верил, что все будет хорошо. У меня нет чувства к тебе. И он говорит, у меня к тебе нет чувства. Нам жить вместе нельзя. Мы чужие люди друг до друга. И уходят. А у того человека было чувство, оно не пропало. Он страдает от этого очень сильно. Чувствует несправедливость. Что это за любовь? Это не любовь. Это очень жестокие вещи, на самом деле. Потому что настоящая любовь, она соткана из других отношений. Она есть. Но ее надо заслужить сначала. Надо сначала научиться быть верным близкому человеку. Потом через верность приходит уважение. Потом через уважение приходит искренность в отношениях. Так развивается отношение. Понимаете? И это настоящая любовь. Когда эти чувства пришли, то ты чувствуешь другое совсем. То есть это совсем другое чувство. Оно не зависит от обстоятельств. И это ты не балдеешь от близкого человека. Служишь ему. Заботишься о нем. Это скорее на чувство долга похоже, настоящая любовь. А не на чувство балдежа. Как мы думаем. И ведь проблема-то заключается в том, что мы в эту любовь верим. Вот в чем проблема. А это значит, она движет нас по судьбе. То есть человек не может уже, не может отказаться от того, чтобы бросить своего человека. Он скрипит. Ему плохо, тяжко, потому что там дети остаются тоже. И он все равно идет путем своей веры. Он верит вот в эту влюбленность, считает, что это основа жизни. И он бросает близких людей. Ему горько. Плачет он мысленно или прямо плачет. И все равно пищит и лезет. Идет в другую сторону. Почему? Потому что у него такая концепция в жизни. Он считает это правильным. У него нет вариантов. Понимаете? Вера — это серьезная штука. С ней надо быть очень осторожным. И надо понимать, что у меня за вера в сердце. Во что я верю. Надо разобраться в этом вопросе. Потому что вера может быть разной. Некоторые люди верят, что в этом мире надо всех победить. Надо быть сильнее всех. У них такая вера. И они ходят, как бы пытаются быть сильнее. Смотрят, кто как бы против меня. Ты. Я тебя сейчас уничтожу, значит. Мы в аэропорту сидели с одной моей знакомой. Так попало, что мы как бы летели на разных самолетах. Но она лечила лечиться ко мне. А я летел с программы из Омска. И она мне рассказывала, показала человека, говорит, вот посмотрите, видите вот этого человека? А как вы считаете, что за человек? Я посмотрел, думаю, что это страшный человек какой-то. Говорю, мне кажется, он страшный человек. Она говорит, да. Я сейчас расскажу, что это за человек. Она рассказала, у меня муж занимался, он был мафиози. Занимался теневым бизнесом. Был мафиози. И этот человек был его другом. И этот друг его, когда пришла определенная ситуация, он его просто прибил. То есть ее мужа он убил просто. Вот. И она рассказала про это, что потом этот друг, он уехал в Москву, попал как бы в клан одного мафиози, тоже крупного. И этот мафиози попал в ситуацию сложную и сел в тюрьму. А этот человек, который убил вот ее мужа, он потом женился на его жене, того, кто сел в тюрьму. А потом, когда тот вышел из тюрьмы, он его прибил, чтобы тот как бы не мешал его семейной жизни. И этот человек сейчас губит души с тысячи людей, продавая им наркотики. Он контролирует часть бизнеса, вот этого, ну как бы наркотического бизнеса, продавая наркотики детям. И когда я посмотрел на этого человека внимательно, попытался его понять, он как коршун раз обернулся и увидел меня, что я смотрю на него. Представляете, какая у него чувствительность? То есть он контролирует все, он ходит и пытается быть сильнее всех. И когда я посмотрел на него внимательно, я увидел, что взгляд этого человека очень пронзил мой взгляд. И в нем был один только вопрос. Что ты хочешь со мной сделать? В чем цель заключается твоего взгляда? То есть в нем был очень, в этом вопросе стоял холод. То есть этот человек готов был меня убить. В любую секунду. И если он увидел бы, что я интересуюсь им очень сильно, это значит, что я уже становлюсь на его прицеле. То есть ему неинтересно, зачем я на него смотрел. Главное, чтобы понять, враг я или нет. Представляете, какая жизнь? Человек живет, чтобы всех уничтожать вокруг себя. Его цель — найти врага и уничтожить. Как вам нравится такая жизнь? Эта жизнь, она создана из цели. То есть у человека было такое желание, оно руководило им в жизни, и в результате он стал таким. Не то, что он хотел быть таким, просто это его концепция жизни, это его вера. Он верил в это и начал так жить. Это его вера в его жизни. Некоторые люди верят в то, что надо быть счастливым любой ценой. И они не могут просто, в принципе, быть несчастными. Они думают, ну я сейчас несчастный, и что мне делать? Мне надо что-то сделать, чтобы быстрее снять это несчастье. Я хочу всегда наслаждаться, я не хочу никогда страдать. Такие люди думают. И такой человек начинает пить. Почему? Потому что если он не выпьет, он будет несчастным. Он не может быть несчастным, потому что его цель внутренняя — это быть всегда счастливым в любой ситуации. Поэтому начинает выпивать. Ему нельзя без спиртного жить, потому что он будет несчастным, он не хочет. Это его цель — быть счастливым. Понимаете, цель движет нашей судьбой. И поэтому мы должны разобраться, откуда берется цель в жизни. Почему она возникает? Цель приходит от знания. А знанием соединен разум. Разум соединен со знанием с помощью веры. Вера возникает в результате жизненного опыта. И это очень ценное достояние человека. Во что мы верим, такова наша жизнь. Поэтому Веда объясняет, что надо усилием воли направить свой жизненный опыт в том направлении, которым бы создал, с помощью интеллекта, создал бы ту веру, которая бы поменяла твою веру неправильную на ту правильную, которая бы потом руководила твоей судьбой. Ну, допустим, человек верит, чувствует, что мясо ему помогает жить. Он чувствует, что эта пища приносит здоровье. Она как бы мне... Я покушал мясо, мне нормально стало, крепко. Но он читает, допустим, Веды говорят, мясо вредно, оно рождает злокачественные опухоли, рождает атеростлероз. Ну, то есть это пища, которая приносит несчастье в жизни. Она как бы тяжелая для судьбы. Человек думает, ну, как же так? Почему это пишется так? Я же чувствую, что она хорошая. Она мне дает силы, дает здоровье. Мне нравится эта пища, нравится ее вкус и так далее. И он думает, ну, как же так? И это вопрос веры. Это вопрос веры. И потом человек думает, ну, написано, что это плохая пища. Хорошо, предположим, что она плохая. Как определить, что она плохая или хорошая? Надо поменять способ жизни. Надо взять и перестать есть мясо. И только в сравнении ты сможешь понять, плохая это пища или хорошая. Человек на месяц перестает есть мясо, усилием воли, экспериментирует. Не ест, не ест. Слушай, чувствует, что ему легко стало жить. Он чувствует, что людей воспринимает по-другому. Ему стало спокойнее. Он чувствует, даже тело стало легче. То есть, такой тяжести нет внутри. Такого вот, какого-то, такого вот, как бы, концентрация внимания стала лучше. Как жизнь стала легче, как будто бы. Поднимите руку, кто это испытал в своей жизни. Видите, как много людей? Посмотрите вокруг. Значит, я не придумываю. Так оно и есть. Итак, всегда человек живет своей верой. И вера — это определенный опыт жизненный, который вокруг этого опыта формируется судьба. Вот этот, допустим, человек, он до сих пор живой. Он столько людей поубивал. Она говорит, на его счету уже больше десятка убийств этого человека. А он до сих пор жив. Почему он жив? Потому что он ловит взгляд. Он контролирует все, что происходит вокруг него. Он не дает даже возможности заметить себя кому-то. То есть, это его вера. Он думает, я так живу и правильно. Смотрите, я живой до сих пор, а все козлы вокруг уже мертвые. Он так говорит всем. Понимаете? Он основывает свою жизнь на жизненном опыте. И мы точно так же живем. Человек, который бросает жену из-за любви, он тоже основывается на жизненном опыте. Он говорит, а я не могу так жить, мне надо любить. Я не могу просто с нелюбимым человеком жить, мне надо любить кого-то. Поэтому я бросаю и беру в себе другого человека, которого я могу любить. Это концепция. Это называется вера. На самом деле, природа веры такова, что душа по своей природе, она может жить только верой. Вера и вдохновение имеют духовную природу. и происходит от Бога, от сверхдуши. Связь, контакт между Богом и душой дает вдохновение. И этот контакт сам по себе, то, что дает душе ощущение того, что все будет хорошо, это и есть вера. Но дело в том, проблема заключается в том, что так, когда между душой и Богом находятся грехи, то они искажают понятие веры. И человек начинает воспринимать счастье совсем иначе. например, душа имеет вечную природу и она стремится к вечности. И когда наши грехи неправильные представления о мире, о жизни, мы должны жить в духовном мире, а мы живем в материальном. Когда представление неправильное, человек думает, ну как достигнуть вечности, он ищет вечности. И он думает, вот построи дом и у меня придет вечность, потому что я буду защищен. Меня ничего не будет беспокоить. Сейчас я живу в съемной квартире, постоянно плачу деньги за проживание. А если у меня будет своя квартира, значит, меня платить уже ничего не надо, я достигаю счастья в результате. Я достигаю в жизни стабильности, так думает человек. И он начинает как оголтелый работать на эту квартиру. Все силы, все, все, что у него есть, отдает на это. Получает квартиру, въезжает в нее. Цель жизни достигнута. А раз цель жизни достигнута, значит, его психика расслабляется, он больше ни к чему не стремится, становится как поросенок. И жена видит, что муж деградирует, у него пропал интерес жизни, он как бы живет, просто наслаждается и все. И она думает, что с тобой происходит? И он сам не знает, что с ним происходит, потому что он не понимает, что он жил ради квартиры, а теперь жизнь уже не имеет никакого большого смысла, ему надо другую цель искать. А какая у него может быть цель? Только подобная. Теперь будем жить ради машины, значит, понимаете. Квартира есть, теперь ради машины живем. Поэтому вот эта идея как бы такая, она очень несчастная. То есть, когда человек цель неправильно ставит перед собой, он заблуждается, он как бы, вечность не понимает, что такое настоящее, а живет вот этим временными вещами, он реально обкрадывает себя как личность. Почему так происходит, я вам сейчас объясню. Все зависит от того, насколько сильный эгоизм существует в нашей жизни. Эгоизм, мы на прошлой лекции говорили утром сегодня, что такое эгоизм. У каждого человека хочет быть счастливым. Если эгоизма много в психике, то желание быть счастливым намного сильнее, чем желание отдавать счастье. Желание быть счастливым это эгоизм, а желание отдавать счастье это то, что приносит счастье человеку. Понимаете? Если ты хочешь быть счастливым, но не можешь приносить другим счастье, значит ты будешь несчастным. А если ты хочешь, можешь отдавать счастье другим, тогда ты будешь счастливым. Понимаете? То есть, вот это вот количество эгоизма определяет то вообще, как человек будет жить и вообще, как живое существо будет жить. Дело в том, что сама форма жизни зависит от количества эгоизма. И поэтому Поэтому живые существа, души в телах, проходят пять стадий своего развития, и эти стадии сравниваются со сном, потому что чем сильнее эгоизм покрывает душу, тем больше она в спячке находится. Сейчас я вам это объясню, вы узнаете нечто потрясающее. Первая стадия называется скрытое сознание, или сознание, в котором душа спит глубоким сном. Как вы думаете, что это за виды жизни? Минералы и деревья, и растения. В минералах вообще тишина и покой. Минерал может воспринимать только энергию гармонии и света. И никакого движения в жизни минерала очень ограничено. Что такое жизнь в минерале? Я вам сейчас объясню. Вы видели, как растут драгоценные камни? Аметисты, видели? Друзы аметистовые, такие красивые, на срезе, да? Или другие камни, все камни так растут. Они растут как коконы, у них есть защитный слой, есть как бы кристаллы внутрь, которые растут, и есть почки. Они отпочковываются. То есть это форма жизни, живое существо, оно растет, у нее детеныши появляются. И эта жизнь длится столетиями. Жизнь внутри камня. Ни света белого, ничего нет. И жизнь происходит внутри. То есть забирается вещество снаружи, преобразуется в кристалл, и внутрь этот кристалл растет. Вот такая медленная жизнь. Дыхание камня, одно дыхание, это десятки лет. Одно дыхание, настолько медленно происходит жизнь. Тысячи лет жизнь тлится, тлеет в этом кристалле. Тысячи лет. Чем менее разумная форма жизни, тем дольше течет жизнь, его протекает. Дальше. Жизнь в телах деревьев. Смотрите, уже движение быстрее, рост быстрее, веточки быстрее распускаются. Некоторые деревья быстро растут, другие медленнее. Некоторые растения имеют много силы, поэтому они сохраняются, и свое тело сохраняют, и зимой сохраняются. А некоторые растения имеют мало силы, поэтому они вырастают, и потом вянут осенью. Мы видим, что семечко сажаешь, одно растение выросло и повяло, а второе осталось, и дальше еще растет. А потом оно вырастает в огромное дерево, в огромную сосну. Так, значит, много очень жизненной энергии такого живого существа. Но сознание какое у них? Спящее. Дерево спит глубоким сном. Поэтому, если вы веточку отрываете у дерева, ему больно или нет? Оно не чувствует боли. Поэтому одну веточку оторвали, две на его месте выросло. Если боль чувствуется, тогда это фиксируется сознанием. И это парадоксальная вещь. То есть, если живое существо чувствует боль, это значит, что там ничего не вырастет. Или вырастет по-другому совсем. Анекдот по этому поводу сейчас расскажу, чтобы вы не устали так сильно моей философии. Один украинец пришел к другому домой, смотрит, у него свинья на трех ногах бегает. И он говорит, слушай, а что у тебя у свини ноги нет? Он говорит, так как чего? Говорит, если холодец захотелось, холодца, что, всю скотинку убивать? Ну, то есть он отрезал ногу и холодец сделал. Вот. Нога не выросла. Но если у растения отрезать веточку, она вырастает. Вырастает больше. Больше того, согласно Аюрведе, для того, чтобы дерево долго жило, надо каждый раз веточки отрезать. Потому что старение дерева происходит через ветви толстые. Ветви толстые отрезали, молодые пошли. Ствол как бы, он как был стволом, он так и остался. А вся жизнь у дерева в ветках, правильно? Молодые ветки, молодая жизнь. Так дерево молодеет, когда ветки отрезают. Попробуйте сейчас, если руки нам отрезать, мы будем молодеть. От этого нет? Поэтому жизнь растений и жизнь животных, более развитых живых существ, отличается очень сильно друг от друга. Поэтому и кармы сильно плохой нет от того, что человек ест фрукты. Однако же, когда он ест овощи, он убивает растения. Надо следует знать, что жизнь растения находится в основании ствола. Если ты корнеплоды берешь, значит, ты выдергиваешь растение, и оно теряет жизнь от этого. То есть карма какая-то есть, но не такая сильная, потому что жизнь в глубоком сне у растений. Они не понимают, живые они или нет. То есть они просто чувствуют, что-то произошло не то. Потом следующее тело, они попадают в следующее тело. Какая-то карма есть, но не слишком тяжелая. Дальше. Дремлющее сознание. Дремлющее сознание означает сон со сновидениями. Как во сне жизнь протекает, но это все равно сон. Эгоизм очень плотно покрывает сознание, и поэтому живое существо не может работать над собой, не может совершить бескорыстный поступок. Но при этом ум уже работает, существует. У деревьев только прана движется по ним. То есть у них даже чувство, только чувство света очень развито у дерева. Оно чувствует свет только, и все. Чувства практически не работают. Но когда живое существо попадает в животную форму жизни, это звери, птицы, змеи, рыбы, то в этом случае появляется активность чувств. Допустим, у микробов активность чувств гораздо сильнее, чем у дерева. С этой точки зрения микробы более развиты, чем деревья. Понимаете, они активные. Амебы бегают, там всех кушают, двигаются активно. У них глаза есть какие-то, там чувствительность какая-то есть. У деревьев глаза есть? Нет. Они бегают? Нет. Размножаются? Нет. Амебы там сексом занимаются вовсю, там они размножаются уже, как бы у них есть подвижность, взаимоотношения какие-то друг с другом. У них жизнь протекает на полную катушку. Там, если под микроскопом посмотреть. Но это не развитая форма жизни. Они как во сне. У них нет активной чувственной деятельности. Если взять, допустим, рыбы, то мы видим, что рыбы, допустим, рыба плывет, у них глаза мутные, да? Если посмотреть ей в глаза, они такие. Она сквозь пленку, как будто на тебя какую-то смотрит, сквозь пелену какую-то. Ну и то есть она с трудом понимает, что происходит. Она, допустим, к червяку подплыла, если съемку смотреть, стоит, стоит, смотрит, врубается. Что это такое? Можно есть или нет? Ну то есть сознание такое, очень туманное у рыб. Допустим, большая рыба, тоже туманное сознание. Акула, допустим, берет, ведро глотает и поплыла дальше. Ведро железное. Оно же невкусное, но оно чувствует большое что-то. Наверное, вкусное. А на раз его глотает, дальше поплыла. У акулы что только в животе не находят. Там ломики всякие, все что угодно лежит. Ну то есть сознание такое, не совсем активное. Хоть большая рыба, все равно. Но дельфин это уже не рыба. Дельфин это млекопитающее, это животное. Понимаете, акула, рыба, а дельфин, животное уже. Это не рыба. Скармливает молоком своих детей дельфины. Другая форма жизни. Поэтому сознание выше, интеллект больше. Акул не сильно подрессируешь, а дельфины дрессируются. Дальше. Земноводные. Уже начинают такие, смотрят активные такие, все. Там понимают, у них страх уже более выражен в глазах. Улыбки еще нет на лице. То есть улыбаться не могут, допустим, ящерицы. Но, по крайней мере, они осознанно так реагируют на все. То есть чувство самосохранения больше развито. Они прыгают, бегают там, дерутся за территорию. То есть более активно, чем рыбы живут. Это сознание называется дремлющее. Все виды вот этих живых существ, у них разное сознание, но идея одна. У них активизируется все больше ум, умственная энергия и чувства. А разум не работает все равно. Самая высокая форма такой жизни — это домашние животные. Они уже стремятся к человеку и рождаются в такой форме жизни, чтобы быть ближе к интеллектуальным живым существам. В следующей жизни они рождаются людьми. Кошки, собаки, коровы и так далее. Они рождаются людьми. Чем больше животное отдает человеку, тем более разумной форме жизни оно рождается. То есть коровы получают благостное тело человека, обезьяны — страстные. То есть домашние животные ближе к человеку очень сильно, приближаются к человеку. Итак, если взять, допустим, животное и попытаться тонкое строение его определить, что мы увидим? Мы увидим развитый ум. Не настолько развитый, чтобы логическое мышление и память, как бы... Ну, память работает, но нет логики. Логика означает связь ума с разумом. Разум не работает, поэтому логики нет. Но эмоции очень сильно проявлены. Если кошку кто-то дома держит, видит или собаку, она проявляет все эмоции человеческие. Она улыбаться может, она может радоваться, может печалиться. То есть она полностью веда описывает, что животные, вот такие развитые, они ничем не отличаются от грудных детей по сознанию. Вот грудные дети точно такое же сознание имеют, как животные по развитости. Но дети быстро преодолевают это сознание, потому что душа в теле ребёнка имеет более чистую природу. Поэтому быстро проходит эту стадию и развивается. А животные, они остаются на этой стадии. Ум работает, чувства работают, разум не работает. Это означает неразумная форма жизни. Следующий вид сознания — пробуждающееся сознание. Пробуждающееся сознание имеет люди с низкими моральными качествами. Допустим, люди, где слабая культура. Но не только эти люди. Мы сейчас будем разбирать этот момент. Смотрите. Человек, допустим, родился в племени инчичунов. Они там бегают с копьями. Всё нормально. У них есть какая-то культура, но достаточно примитивная. Ну как бы в некоторых племенах дедушка состарился, съели. То есть, ну, такая немножко диковатая жизнь. Диковатая. То есть, принципы есть моральные, но немножко такие дикие. Или там чукчи, допустим, в юрте там сидят, смотрят на... Как бы... Ну, запросы жизни ограничены. Рыбу поймали, съели. То есть, нет таких, как бы, каких-то склонностей к образованию серьёзной. Смотрят на тундру и всё, сидят. Что в тундре происходит. Вот. То есть, человек вроде бы, но, как бы, может бескорыстие проявлять, чистоту. Но, как бы, развитость не такая сильная, как, допустим, у людей, которые в более культурной среде живут. Дальше. Веды причисляют аморальных людей к этой же категории. Они говорят, что если человек не имеет совести, это значит, что у него пробуждающееся сознание. Ну, то есть, что значит пробудившееся сознание? Это значит, что сознание контактирует с сверхдушой, с голосом совести. Что значит пробудившееся сознание? Это значит, что есть контакт с энергией Бога. Если нет этого контакта, значит, человек живёт тоже в полусне. То есть, у него жизнь, она имеет какие-то идеи, интересы, но ничего общего с чем-то возвышенным у него нет, у такого человека. Смотрите, допустим, атеисты тоже самое. Они, как бы, вроде бы, так, ну, всё, живут по чести там, всё, но совести нет. У человека он не знает, зачем ему вот правильно всё делать. Но имеется в виду не коммунисты, а атеисты. Понимаете разницу? У коммунистов какая-то совесть была, она была коммунистическая. Сложно понять, что это за вид совести, но была. Перед страной, перед светлым будущим, вера в светлое будущее, это тоже вера в Бога фактически, только искажённая. Итак, пробуждающее сознание означает, разум есть, но он не функционирует бескорыстно. Он работает просто на уровне корысти. Это люди, то есть животные не могут быть в пробуждающемся сознании. Четвёртый уровень — пробудившееся сознание. Это значит, что голос совести на полную катушку у человека работает. Он совершил неправильный поступок, раскаивается, совершил правильный поступок, думает, всё нормально. Этот человек стремится к постижению своей духовной природы. Он чувствует, что есть Бог. Он верит, что есть Бог, чувствует это. Он чувствует, что этот мир справедлив, что смерти нет, что есть как бы следующая жизнь. Он это чувствует, что он не чувствует, что он помрёт и всё. Человек склонен заниматься самосовершенствованием. Он ведёт благочестивую жизнь и так далее. Это признак пробудившегося сознания. Есть ещё полностью бодрствующее сознание. Пробудившееся означает, как человек утром проснулся, он глаза протёр, уже вроде соображает, но ещё не совсем. Пробудившееся после сна. И бодрое сознание означает, что человек достиг любви к Богу. Он чувствует себя душой, он чувствует себя вечным существом, он чувствует, что надо жить абсолютно бескорыстно. У него нет никакой идеи обманывать, делать подлости, глупости. Он испытывает счастье от того, что помогает другим. Он готов пожертвовать свою жизнью на то, чтобы все были счастливы. Он понимает, что жизнь предназначена для служения Богу, а не для того, чтобы на ней наживаться и так далее. Вы поняли пять уровней сознания? Чем меньше эгоизма в сознании, тем оно чище. Полностью бодрое сознание означает, что нет эгоизма. Тю-тю. Человек абсолютно бескорыстный. Он чувствует свою вечную природу, он живёт как душа. Я не тело, я душа, а жизнь прекрасна, хороша. То есть другое восприятие жизни совсем. Последовательность развития чистого сознания. Первое, что человек должен себе развивать, это бескорыстие. Надо учиться жертвовать, учиться желать всем счастья. Бескорыстие может быть в поступках, означает что-то отдать людям. Бескорыстие может быть в уме, желать всем счастья. Бескорыстие может быть в разуме, поставить возвышенную цель перед собой в жизни. Не корыстную, а возвышенную. Дальше. Когда человек развивает в себе бескорыстие, следующий этап его развития, у него появляется возможность быть правдивым. Правдивость означает, что человек очень чётко чувствует контакт со сверхдушой, с совестью. То есть очень глубокое понимание, что жить надо честно. Почему люди иногда обманывают неправдивые, в чём причина? Они не понимают, зачем это надо, быть правдивыми. У них нет идеи. Они не понимают, зачем всем всё говорить правду. Надо всё скрывать. Почему? Потому что жить будет легче. Но жена не знает, что я изменил. Ничего страшного, всё хорошо. Она меня любит, я её люблю. Я продолжаю изменять. У нас счастливая жизнь с ней, всё. Ты счастлив, его спрашиваешь? Он говорит, конечно. У тебя хорошая семья? Конечно, хорошая. Всё нормально. Потому что он сам себя обманывает точно так же, как и жену. Какая хорошая семья, если ты её дуришь каждый день? Но человек не понимает, почему. Потому что он считает, что в правде нет смысла. И поэтому он сам себя обманывает. У него давно уже нет женой искренних отношений. Потому что как ты можешь искренно относиться к человеку, которого ты дуришь каждый день? Правильно? Невозможно. Нет искренних отношений. Но человек сам себя обманывает тоже. И он говорит, а у меня на самом деле все хорошо. То есть он не слушает, нет контакта с голосом совести. Правда, это что такое? Это полная гармония с совестью, с Богом. Ты правильно живешь, чувствуешь, правильно живу. Неправильный путь встал, совесть сразу говорит, ты что делаешь, дурак, остановись. И человек мучается, он раз встает на правильный путь, успокоился, все. То есть голос совести услышан, человек пострадал, помучался, успокоился, все нормально. Правдивость что развивает? Правдивость дает постоянный контакт с совестью. Как потерять контакт с совестью? Начать лгать. Как установить контакт с совестью? Постоянно быть честным перед собой, перед людьми, учиться честности. Поступил неправильно, раскайся, скрипи зубами, раскайся. Сделай правильный вывод по поводу своего поступка. Не бойся, это тебе поможет в жизни, не помешает. Допустим, жена изменила мужу. Чувствует, скажу, бросит. Хорошо, не говори. Раскайся. Раскайся в этом поступке, никогда больше не совершай. Проси мысленно прощения своего мужа. Придет время, ты психически будешь готова, и он, когда тебе придется, это все равно сказать. Так или иначе сказать придется, может быть не сразу, но не думай о том, что скрывать лучше. То есть иногда человек сразу может правду донести другим, иногда не может, у них хватает силы, но зато он должен двигаться в этом направлении. Это называется путь к совести. Когда человек путь к совести прошел свой, нужный, что возникает в его жизни? Вера в Бога. Потому что, чтобы в Бога верить, для этого надо его чувствовать. Человек может чувствовать Бога только тогда, когда он с ним соприкасается. Соприкоснуться с Богом, с Богом может только честный человек. Никогда обманщик Бога не почувствует. Потому что энергия Бога для него полностью закрыта. Поэтому следующее, что в человеке развивается после правдивости, это вера. Он начинает верить, что есть высшие силы, что есть Бог, что есть что-то возвышенное, чистое, что есть высшие законы и так далее. Как только он это начинает в полной степени чувствовать, что приходит в его сердце? Смирение. Потому что он знает, что раз есть что-то выше, значит, что дергаться. Надо признать это так, если есть святой человек. Надо признать его власть над собой. Это называется смирение. Человек признает власть Бога, власть святых людей. Он становится смиренным. Почему? Потому что он верит, что это так. А вера приходит от контакта с Богом. Он начинает чувствовать, он видит эти законы, он чувствует, что это работает, что есть святость, есть сила в этой святости, это всё сильнее меня, это мне поможет, я должен подчиниться, и это сделает мою жизнь счастливой. Человек начинает реально это чувствовать, не то, что это выдумка какая-то, он реально чувствует, что это есть, это работает. И это даёт смирение. Когда человек становится смиренным, смирение — это основное проявление чистоты разума. «Как только человек становится смиренным, эгоизм или гордость в разуме полностью пропадает, а только гордость заставляет человека грешить. Поэтому, когда человек становится смиренным, через какое-то время он перестаёт грешить. Он начинает жить чистой жизнью. Как только чистая жизнь достигнута, немедленно человек начинает испытывать счастье, делая что-то для других». То есть только в чистом состоянии можно с любовью трудиться для других и испытывать огромную радость от такого труда. И такое состояние называется истинное трудолюбие. Он достигает истинного трудолюбия благодаря того, что грехов стало меньше внутри, благодаря тому, что он перестал гордиться собой. Когда человек трудится, трудится на пользу других, он начинает чувствовать, что жить для себя — это вообще просто глупость, полная бессмыслица. И человек достигает понимания, что такое самопожертвование. И когда человек достигает этого понимания самопожертвования, следующий этап его развития заключается в том, что он понимает, то есть вот это вот ощущение, желание жертвовать собой дает ему еще большую веру, еще большую связь с Богом. И эта связь делает его психику очень решительной, решимой. То есть вот это энтузиазм и решимость — итог развития веры в человеке. То есть человек чувствует присутствие высших сил и полностью со всей силы хочет им предаваться. То есть смотрите, какой путь. Сначала жертвуем что-то людям, а это дает нам возможность почувствовать Бога, чуть-чуть почувствовать Бога, и это развивает в человеке совестливость или правдивость. Когда человек становится правдивым, он усиливает контакт с Богом и появляется вера в Него. Как только вера появляется, ты чувствуешь, что есть что-то возвышнее, чище тебя, появляется смирение. Смирение рождает способность поступать, правильные поступки делать, то есть развивается безгрешность, чистота внутренняя. Это дает возможность быть счастливым от того, что ты делаешь что-то для других. Начинаешь развивать все истинное трудолюбие, которое рождает самопожертвование, а самопожертвование рождает желание отдать все, то есть решимость достижения высшей цели. И так человек устанавливает очень прочный контакт с энергией Бога, с чистой силой, которая называется вера. Продолжение следует...